друзья всем привет с вами снова и добро пожаловать на канал обзоров гаджетов и мобильных устройств и сегодня у меня в руках вот такая вот достаточно увесистая и большая коробочка на которой написано ви максит или в максит или вай максит немножко непонятно как правильно произносить название этого устройства в руках у меня коробка от портативного монитора full hd 14 дюймов ips причем этот монитор имеет возможность работать при подключении по одному кабелю юсб с помощью power delivery так что вы можете подключить допустим к нему вашу приставку тот же nintendo switch но либо же подключить сюда ваш ноутбук и использовать данный экран как второй экран как дублирующий экран но либо же если у вас устройство с меньшей диагональю использовать этот чтобы расширить ваш десктоп в общем будем смотреть как же выглядит этот портативный монитор что он умеет и какие есть варианты подключения ну что ж друзья вот такая огромная карабасина в максит или вай максит не знаю как правильно и с бисе порта был дисплей давайте откроем коробочку и посмотрим на комплектацию здесь у нас лежит непосредственно сам монитор вот в таком у нас пенки давайте пока отложим в сторону ну и комплектация довольно таки богатая имеется адаптер у нас здесь 10 ватт поэтому вы можете подключать питание как используя ну скажем так сетевой адаптер так и через юсб си потому что если ваш ноутбук ну или какое-то устройство которому вы подключаете монитор на поддерживает питание через юсб си то вы сможете по одному проводу фактически передавать сигнал и получать питание здесь у нас имеется кабель юсб си и дополнительный кабель юсб си юсб 30 инструкция и вот такой вот кабель hdmi с переходником mini hdmi на hdmi салфеточка для протирки и вот такая вот визиточка вот собственно говоря и все ну и давайте теперь посмотрим на сам монитор находится вот в таком вот чехле который как бы прорезиненный что ли ну в общем смотрится неплохо и данный чехол используется также как подставка то есть вы можете монитор расположить а вот таким вот образом под разными углами как такой большой планшет здесь у нас 14 дюймовый экран наклеена пленочка на экран и а здесь рамки кстати не такие чтобы очень большие ну и по собственно говоря портам и кнопочкам имеется у нас динамики с двух сторон здесь у нас кнопка включения регулировка три с половиной миллиметра ну и с этой стороны куча портов здесь у нас и микро юсб и два тайп си и mini hdmi поэтому здесь вариантов подключения как говорится масса но давайте я теперь подключу этот монитор к своему ноутбуку и мы посмотрим как он работает данный дисплей я подключил сейчас к своему ноутбуку используя кабель тайп си тайп си и мой ноутбук как раз таки поддерживает вывод изображения на внешние источники и внешние мониторы используя только один кабель то есть мне не нужно отдельно питать данный монитор и выводить допустим посредством hdmi я задействую всего лишь один кабель и это действительно очень удобно данный дисплей у нас ай ps 14 дюймов full hd и при том он сенсорный сенсор сенсор работает довольно неплохо поддерживается мульти тач и действительно он очень классно реагирует на пальцы и фактически это как такой большой планшет у нас получается и вот данный джок дайл у нас отвечает во время скажем так использование монитора за подсветку также 10 градаций от самой темной нулевой до самой яркой десятка но нельзя сказать что яркость здесь запредельная и даже на 10 градации она абсолютно уместна и нормальная для использования в помещении поэтому я бы для себя наверное даже использовал это на максимальной яркости но давайте теперь послушаем как звучит этот монитор но вернее как звучат динамики которые в него встроены давайте попробуем послушать на максимальной громкости и во время воспроизведения музыки этот джок дайл у нас отвечает именно за громкость здесь также 10 градаций и надо сказать что я бы предпочел чтобы их было больше чтобы была более плавная регулировка на максимальной громкости нельзя сказать что очень громко но в общем монитор звучит как такой вот бюджетный скажем так планшет не самые громкие динамики и и прокачать допустим комнату он вряд ли сможет но зато вы никого не будете отвлекать когда будете слушать музыку либо смотреть фильмы даже на максимальной громкости но и действительно прикольно что данное устройство можно использовать как такой большой планшет очень отзывчиво он работает неплохо работает мульти тачи и он следует фактически за каждым движением твоего пальца действительно мне нравится как работает данное устройство в принципе при желании можно даже порисовать на данном экране пальцем вот таким вот образом либо же используя стилус но скорее всего на данный монитор не сравнится ни по качеству ни по точности с профессиональными решениями с профессиональными планшетами для рисования но тем не менее приятно что такая фишка есть в общем и целом устройство смотрится классно и здесь я даже вижу несколько вариантов применения если допустим ваш планшет или телефон поддерживает видео выход вы можете брать данное устройство использовать его как некий такой небольшой ноутбук подключаете сюда клавиатуру и мышку и работаете либо же сюда можно подключить приставку ту же допустим нинтендо свитч и у вас будет такая портативная станция фактически собой хотите играете на маленьком экранчике хотите играете на большом но либо же если у вас есть нетбук либо ноутбук с маленькой диагональю и вам хочется диагональ побольше но менять ноутбук смысла нету вот для таких целей данный дисплей тоже подходит собран он качественно очень неплохо смотрится да и матрица здесь IPS с очень неплохой цветопередачей и максимальными углами ну и опять таки приятно что имеется сенсорный слой так что использовать его можно и в качестве эдакого планшета в общем если присматриваете себе сейчас вот такой вот небольшой портативный монитор 14 15 дюймов присмотритесь действительно очень неплохой вариант опять таки за эти деньги ну и как обычно ссылочки на данные устройства будут в описании поэтому проходите смотрите выбирайте и покупайте при желании ну а на 7 я буду завершать надеюсь вам понравилось с вас лайк и подписка с вами была из всем пока